Итак, нам прислали готовую верстку. Скорее всего, она будет на поддомене еще пока у нашего верстальщика. То есть мы ничего менять не можем, сайт пока не наш, мы еще не заплатили за него. Единственное, что нам нужно сделать, это проверить, насколько она хорошо работает. Первое, что нужно сделать, это попросить верстальщика, чтобы настроить заявки на вашу почту. Чтобы проверить отправку номера телефона, заказать расчет бесплатно, например, с первой формы, сразу хочу заметить, что нужно проверять все формы. То есть нельзя проверить одну, все работает, значит, замечательно. Очень частая ошибка. Проверяется только одна форма или первый экран, здесь, здесь. Ниже не проверяются, то есть кнопочки заказать и так далее. То есть всплывает что-то окно, но не проверяет, например, саму заявку. Даже бывает такое, что верстальщики в двух сделают, а в трех не работает. Такое действительно бывает. Поэтому нужно взять и проверить. То есть то количество заявок, которые вы отправляете, ну, либо можете разные телефоны отправить, все должны прийти, например, к вам на почту. Сейчас мы разбираем самый простой пример. Заявки приходят просто на почту. Проверяем, чтобы все заявки приходили. Если каких-то цен не хватало, вот в моем случае я на тот момент не знал цен, их можно будет либо попросить верстальщика дописать, либо дописать самим, ну, если вы, конечно, хоть чуть-чуть разбираетесь в верстке. Что нужно проверять? Нужно открыть PSD-файл, который был получен вами от дизайнера, и проверить, точно ли все блоки на месте. Это первое. Второе. Нужно открыть в разных браузерах. Вот я, например, открываю. Сейчас у меня открыто в Опере. Также нужно открыть в Хроме. Также нужно открыть в Firefox. Крайне рекомендую еще поставить Яндекс.Браузер и проверить Яндекс.Браузер. Кроме Яндекс.Браузера проверить в Safari. Если у вас есть MacBook, то желательно проверить прямо в нем. Если у вас есть iPhone, проверяйте в Safari мобильном. Если у вас есть iPad, проверяйте в iPad. Если у вас Android, то отлично проверяйте в Android. Желательно проверить везде. Верстка везде абсолютно разная. Бывает так, что у вас отлично все работает в Опере, ужасно работает в Chrome, ужасно работает в Mozilla Firefox. Также бывает очень часто, что, например, в Android работает все замечательно, на iPhone все плывет. Или наоборот, в iPhone все отлично работает, проверяйте на Android, там все плывет. И нужно проверить. И нужно проверить за верстальщиками. Ровно так же, если вы делаете на каких-то конструкторах, вам нужно проверять свою верстку. Неважно. Вы думаете, что все нормально, а на самом деле может что-то потечь. Второй момент. Вы узнаете. Очень интересную вещь, что вы, например, делали отличный сайт, сделали для компьютера. Но вы точно решите на первом сайте скреативить и, скорее всего, сделаете какие-нибудь штуки, которые всплывают при наведении. Так вот, запомните. И когда вы откроете вообще на телефоне, вы увидите, что, к сожалению, при наведении, потому что там нет мышки, там тачскрин, вы ничего не можете сделать. Я рекомендую простоту. Чем проще, тем лучше. Еще один немаловажный момент. Вам необходимо порастягивать свой сайт. Причем делать это не увеличением, уменьшением масштаба. Это еще полбеды тоже, конечно, может быть и нужно проверить, но это делают где-то около 5, может быть, максимум 7% людей, которые могут оттягивать сайт. Но самое важное, что нужно проверить, это разный размер экранов. То есть, если у вас сайт уменьшается до какого-то определенного размера, у вас ничего не должно потечь. Этим страдают некоторые сайты с адаптивной версткой. Или наоборот, если слишком сильно растянуть, я растяну на 2 экрана, может что-то потечь, что-то уехать. Тоже вполне это возможно. Поэтому нужно проверять, смотреть, чтобы все было нормально. И не забываем проверять поп-ап-формы во всех браузерах. То есть, во всех браузерах должны всплывающие окна работать. И, естественно, все кнопочки тоже должны при наведении мигать и тому подобное. На тему оптимизации страницы есть очень много материалов в интернете. Я расскажу про несколько важных вещей, которые вам нужны у меня. Во-первых, есть вот такая интересная штука, называется tools.pingdom.com.fpt. Очень интересный тест для того, чтобы проверить, сколько загружается ваш сайт. Чем он хорош? Например, давайте сравним с Google PageSpeed Insights. Собственно, беру свой сайт mcontext.ru, проверяю и там, и там. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, здесь написано, что просто написано скорость 33.100. И написано исправить обязательно, что нужно исправить. Но конкретно здесь ничего не написано. То есть, сколько загружается страничка и тому подобное. И нет никаких картинок. По мне лично это неудобно. Я использую вот такой вот интересный сайт tools.pingdom.com. И здесь все видно прямо по миллисекундам. Что загружается конкретно. Какие, например, jpg файлы грузятся слишком долго. Какие из них слишком большие. Какие, возможно, все нормально. Какие-то можно загрузить позже. Что подгружается, например, видите, yetimg.com. Надо посмотреть обязательно, что это такое. Ну, например, какая-то картинка. Она, видите, долго подгружается почему-то. Ну, и так далее. То есть, все вот эти моменты, конечно же, стоит посмотреть, проанализировать и понять, что к чему. Что к чему. Давайте попробуем сделать с нашим же сайтом это. Естественно, это можно сделать даже на поддомене у программиста. Можно уже на готовом вашем сайте, если он у вас есть. В любом случае его надо проверить. Сколько должна быть загрузка? Загрузка на этом сервисе, я считаю, должна быть не больше трех секунд. Это значит, что все нормально с вашим сайтом. У меня в самом начале, когда я только открыл для себя вот этот инструмент, на mContext было 8 секунд загрузка сайта. После нескольких легких операций, которые мы будем здесь делать, в этом видео, делать в этих видео уроках, у вас тоже сократится время загрузки сайта. Например, можно посмотреть, что это грузится слишком долго, javascript, forms, javascript. Даже не знаю, что это за файл. Ну, какой-то маленький файл. Непонятно, почему он так долго грузится. Также давайте посмотрим. Желтый – это значит, видите, идет задержка. Receive – это получение. Send – отправка. Logo долго грузится. Хотя оно и маленькое, но почему-то грузилось долго. Возможно, его можно сделать поменьше. Мы, кстати, наверное, его и сделаем поменьше. То есть, в ТЗ для нашего верстальщика мы напишем, нужно сделать, оптимизировать лого, например, сделать поменьше. Если оно больше, чем нужно. Например, давайте посмотрим. Видите, это размер лого в 100% варианте. Я уже попросил добавить логотипы. Логотип, как вы понимаете, меньше. Значит, логотип можно сделать меньше. Значит, пишем нашему верстальщику, что нужно сделать меньший лого. Дальше смотрим какие-то картинки. Тоже их нужно оптимизировать. Например, 367 килобайт. Посмотрим. Видите, большая картинка. Находим ее на сайте. Вот она, эта картинка. Давайте его откроем. Открыть изображение в новой вкладке. Видите, большое изображение. Так как оно у нас не открывается, непонятно, зачем оно такое большое. Тоже сразу же помечаем, что такое большое изображение нам не нужно. Это косяки верстальщика, которые сразу же вы здесь видите. Никаких секретов здесь нет. То же самое, карп и нг смотрим. Ну, тут машина, которая у нас на первом экране, ее можно только если оптимизировать. Я сейчас покажу тоже, как это сделать. Бывают картинки, которые грузятся очень долго. Ну, все-таки давайте посмотрим, что у нас здесь. Это загрузка tiles map. Это, значит, карта, которая у нас стоит внизу. Бывает, сразу говорю, если вы нажмете несколько раз, вы увидите разные вариации. То есть, здесь идет именно онлайн загрузка, проверка. То есть, в живой real-time, скажем так. То есть, живое, то, что происходит именно в данный раз, в данный рефреш. То есть, при нажатии test now. В другом случае, может быть, что-то изменится. Итак, мы открываем. Итак, я открыл блокнотик. Ну, в моем случае, Microsoft Word. Я начинаю писать, что нужно сделать. Первое. Мы должны уменьшить картинки. Уменьшить до реального размера картинки. И беру, просто делаю ссылочку. Копировать адрес ссылки. Вставляю. Раз. Смотрим, что у нас большого. CM. CM большая. Хотя загрузилась долго, но видите, ресив очень длинный. 289 миллисекунд. Его надо поменьше сделать. Ну, картинка просто сама по себе большая. Она такая не нужна. Здесь с этим нормально. Сама по себе большая картинка. И дальше вроде бы все нормально. То есть, больше никаких картинок. С картинками проблем нет. Второй момент. Что можно сделать, чтобы картинки были... Второй момент. Если ваши картинки уменьшить, сделать нельзя. Но они все равно большие. Что можно сделать? Есть для обработки картинок очень интересный инструмент. Точнее, их несколько. Я покажу один. Называется он JPEG Mini. И это сервис для оптимизации изображений. То есть, если присмотреться, видно, что, например, он делает оригинальную картинку, была 18 килобайт. Теперь у нас становится 2 килобайта. То есть, намного меньше. В принципе, результат тот же самый. То есть, ничего не меняется. Есть бесплатная абсолютная версия. Ну, единственное, что здесь надо будет по одной картинке загружать. Но это, я думаю, никаких проблем нет. И тут есть прямо электронная версия. Можно просто оплоу от фото нажать. Сюда вы заносите картинку и, собственно, делаете. Ну, поэтому можно писать прямо. Оптимизировать картинки через JPEG Mini. Прямо даете ссылку. Ничего страшного, если человек не знает этого. Вы тоже, возможно, не знали этого до этого момента. И даете ссылки на те картинки, которые... Или можно написать вообще все картинки. Написать все картинки. Ну, и лучше всего, конечно, дать ссылочки на эти картинки. Это, я думаю, несложно. Берем, копируем. Раз, например, два, три, четыре. Ну, и так далее. Расскажу очень интересную историю про то, как я сократил время загрузки сайта буквально на шесть секунд. Причем очень простым движением. На сайте МКонтекст очень много видео. Это очень сильно увеличивает конверсию. Но ровно так же виджет YouTube очень сильно увеличивает время загрузки сайта. Причем чем больше виджетов, тем больше увеличивается загрузка. То есть виджет не один раз загружается, а каждый раз заново. И, к сожалению, сделать здесь практически ничего нельзя. Разве что не изменить саму процедуру загрузки этого виджета. Если перейти в метрику моего сайта, как вы, наверное, много раз видели, на YouTube видеороликах нет ни одного нажатия. В карте кликов метрики, если вы много раз наблюдали, на YouTube нет ни одного нажатия. И многие думают, что при нажатии, что люди не смотрят видео. На самом деле люди очень часто смотрят видео, просто сторонние виджеты в метрике, в карте кликов не отображаются. Как сделать родным виджет YouTube, чтобы он не грузился долго, чтобы он долго не грузился с YouTube сервера, и так же можно было видеть, куда люди нажимают. Все на самом деле очень просто. Для этого я нашел интересную статью про то, как написать маленький код, который уменьшит скорость загрузки и сделает собственный виджет по нажатию, при нажатии которого, только при нажатии на который запускается загрузка YouTube виджетов или YouTube плеера. Этот текст я помещу под этим видеоуроком. Вы сможете его скопировать и сделать, если вы умеете сами, то сделайте сами в своей HTML верстке. Если нет, то отдадите программисту, и он исправит вам ваш YouTube ролик на вот такой вот виджет, который используется у меня. Очень удобно, и сайт, естественно, грузится в несколько раз быстрее. То есть вместо 8 секунд теперь полторы секунды. Естественно, разница просто колоссальная. Ну и плюс вы теперь будете видеть, как часто люди нажимают на ваш YouTube. Также, чтобы быстрее загружался весь сайт, необходимо проверить, например, кнопки, как они сверстаны. Бывает, доходит до смешного, верстальщики делают картинки. Картинки делать можно, но на самом деле это не очень правильно. Почему? Потому что при наведении бывает такая подгрузка, и кнопка пропадает, например, становится белой. На белом, например, текст, ну, в общем, будет ничего не видно. Как сделать, вообще, как проверить кнопки? Все очень просто на самом деле. Любой элемент на вашей странице, любой элемент на вашей странице, как и на любой другой странице, можно проверить с помощью такой штуки, как просмотр код элемента. В Opera это называется так, в Chrome это называется инспекция элементов, в Firefox, давайте посмотрим, как называется в Firefox. Исследовать элемент, ну, в общем, на всех браузерах есть что-то схожее. Итак, что, собственно, нам нужно? При наведении на каждый элемент в коде видно, что что-то происходит. Видите, синеньким выделен этот элемент. Здесь видно, что текст это текст, картинка, картинка. Собственно, вот картинка, ну, то есть, все элементы понятны. Теперь давайте наведем на кнопку, нажмем правой кнопкой мыши, то же самое сделаем, просмотрим код элемента. Видите, здесь текст, это бесплатно заказать расчет, тоже текст. И самое главное, что кнопка тоже сверстана. Как я это узнал? Вот здесь на какие-то картинки, видите, здесь я даже могу поменять цвет кнопки, ну, здесь это можно делать. Естественно, это никак не повлияет на верстку, но это повлияет только на то, как вы видите этот сайт. По-другому, то есть, если я сейчас нажму рефреш, все обратно вернется. Видите, все, цвет вернется. Вот. Это специально сделан инструмент для верстальщиков, чтобы они могли быстро исправлять, доделывать сайты. Ну, и, естественно, мы тоже должны этим уметь пользоваться. То есть, видеть, что где картинка, где у нас текст и тому подобное. То есть, все эти моменты, элементы нам нужно тоже бы уметь делать. Вот. То есть, проверяем все кнопки. И главное, чтобы они были все программные. То есть, не было картинок. Также еще крайне рекомендую, чтобы текст был текстом. То есть, чтобы можно было выделить его. Ну, и ровно так же проверить его с помощью просмотра кода элемента. То есть, все мелкие тексты желательно, чтобы были текстом. Зачем это нужно? Ну, во-первых, грузится быстрее сайт. Во-вторых, Яндекс и Гугл очень не любят, когда им рассказывают в картинках текст. Очень не любят большое количество картинок, любят больше текста на сайте. Для Яндекса, в принципе, это несущественно, если вы не хотите продвигаться по SEO. Лендинг сложно продвинуть по SEO. Можно, но сложно. А вот в Гугле напрямую ваша цена за клик зависит от того, как сверстан сайт и как он сделан технологически правильно. Если он сделан отлично, то у вас будет качество целевой страницы выше среднего. Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Диана Торзок Диана Торзок